С апреля в Чите идет прием детей в детские сады. Кому-то в этот раз повезет, а кто-то такой останется скитаться по родственникам и знакомым. Родителям придется пристраивать своих отпрысков в частные учреждения за деньги, чтобы уйти на работу. В законодательном собрании края прошло заседание комитета по молодежной политике. Обсуждали уже накопившуюся очередь и строительство новых детских садов. В 2023 году в Забайкальском крае в детский сад хотят попасть 976 ребят. Самая большая очередь в краевом центре 224 человека. Дальше идет Хилокский район 42, ребенка Болейский 15, Нерчинский и Петровск-Забайкальский районы под 9 человек в очереди и дальше по убыванию. В этом году в регионе планируют увеличить резерв мест в дошкольных учреждениях почти на полторы тысячи. Строят 9 объектов, где 3 это здания взамен старых аварийных и 6 абсолютно новых садов. На строительство из краевого и федерального бюджетов выделено больше 3 миллиардов рублей. Все объекты должны сдать до 31 декабря этого года. Более того, в Минобразование заявляет, что к концу 2024 года в Чите полностью исчезнет очередь в детские сады из тех, кто раньше попасть не смог. Ну давайте, Чита 540, Читинский район 110, 110, 110, 330, 330 и плюс 110 микрорайон Каштагский. Ну, по крайней мере, Читу мы закрываем. Вот смотрите, мы сейчас считаем, что в Чите у нас очередность как будто бы по состоянию на сегодняшний день всех возрастов от двух месяцев 224. Мы сейчас для них строим реально в Чите от 540 и 110 650 мест. Не факт, что к концу этого года в Чите не появится больше детей, которые приедут, как в краевой центр. Вы же видите, он пополняется. Поэтому 650 может быть и не излишними совсем. Несмотря на уверенность Минобразования в успешном завершении строительства всех детских садов и обнуление очереди, у некоторых депутатов доклад все же вызвал сомнения, учитывая тенденцию концессионеров, которые строят сады и школы, переносить и срывать сроки. Нет понимания, где мы их строим. Вы их не назвали, в информации тоже не обозначено. Могу повториться. Почему вы с такой уверенностью говорите про 2024 год, если у нас на середину 2023 еще очень мало сделано? Объекты у нас, как Ольга Анатольевна уже говорила, строятся в Чите. Это поселок Аштаг, улица Новобульварная и улица Коллективная. По Читинскому району это села Угдан, Смоленко и Домна. Да, один детский сад в городе Петров-Забайкальский, один в Борзе и один в Акше. По поводу строительной готовности, то есть на данный момент у нас по ряду объектов физическая готовность уже 30%. Модель строительства по концессии в Забайкальском крае цветет и пахнет. Может уже не очень хорошо, но все же. На деле же оказывается, что стройки по концессионным соглашениям идут куда тяжелее и проблематичнее, чем по 44-му федеральному закону, то есть через стандартный государственный контракт. Ну а отставание по концессионным соглашениям? Уже есть. Да? Помимо исчезновения очереди, обещают запустить детский сад по улице Кайдаловская в Чите. Напомним, что объект построили за 81 миллион рублей напротив заправочной станции, которая стоит там уже около 10 лет и не смогли ввести в эксплуатацию. Сегодня часть станции перенесли дальше от детского учреждения. Документы на запуск объекта повторно отправили в Роспотребнадзор. Валерия Наумова, Алексей Павлов, ЗАПТВ Редактор субтитров А.Семкин